Для восстановления Карабаха и Восточного Зангизура за свой счет и достижение всех поставленных целей необходимо иметь сильную экономику. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиф на мероприятии, посвященном 30-летию создания партии Ени Азербайджан. Экономическая мощь и независимость являются основой деятельности во всех сферах, подчеркнул глава государства. Он также отметил, что сегодня Азербайджан стал незаменимым партнером для многих стран. Широкий размах приобрели и нефтегазовые проекты, начатые еще в середине 90-х годов прошлого века. Последующие проекты значительно расширили возможности страны. Президент Ильхам Алиф заявил, что до конца текущего года национальная экономика достигнет рекордных показателей. В 2022 году номинальный объем валового внутреннего продукта Азербайджана достигнет 130 миллиардов монатов. Азербайджан Для реализации экономического потенциала освобожденных земель необходимо иметь устойчивую транспортную инфраструктуру. Поэтому одним из основных направлений программы восстановления на сегодняшний день является создание комплексной транспортно-логистической инфраструктуры, констатируют эксперты. Уже известно всем, что первый аэропорт Карабахи, Физулийский аэропорт, был построен, был введен в эксплуатацию. Недавно был также введен в эксплуатацию Зангеландский аэропорт, которому тоже был дан статус международного. И также был заложен фундамент международного аэропорта в Лачинском районе, что также имеет огромное значение для развития данного региона. Азербайджан также начал работу по восстановлению и расширению сети автомобильных и железных дорог в освобожденных территориях. И некоторые магистрали уже введены также в эксплуатацию. Все эти транспортные и инфраструктурные проекты позволят добраться до Карабаха как с севера, так и с юга, в том числе и с восточных направлений. И тем самым превратят этот регион в один из перспективных экономических хабов. Продолжение следует...